Совсем недавно на российском рынке появился обновленный фейслифтовый Jeep Compass. На капоте нашего тестового экземпляра написано There's Only One, то есть он такой один. Но только в мечтах компании Chrysler и марки Jeep, чтобы этот автомобиль оказался единственным в сегменте компактных кроссоверов на нашем рынке. Увы, конкуренция и главный конкурент для всех компактных кроссоверов на российском рынке это новый Toyota RAV4. Белый цвет, как известно, делает любой объект визуально крупнее. Но на самом деле RAV4 выше и длиннее Jeep Compass, но по колесной базе разница у них минимальна. RAV4 всего на 25 миллиметров обогнал своего соперника. Я усаживаюсь сам за собой. При моем росте почти 190 сантиметров. Места для коленей, как видите, предостаточно. И еще больше места для ступней ног. Пол в Jeep Compass отформован наподобие лодки. У каждого из пассажиров заднего ряда своя глубокая ниша. Высокий, сантиметров 15 порог и невиданно высокая постановка передних кресел. Посередине высоченный тоннель, который отменяет третьего рослого пассажира на заднем ряду. В Toyota RAV4 пол совершенно ровный. От этого при почти одинаковый с компас колесной базе в Toyota ощущаешь себя гораздо просторнее. И подушка заднего трехместного дивана здесь длиннее и не такая пологая. У обоих кроссоверов спинка заднего ряда регулируется по углу наклона. Но в Jeep откинуться назад не значит расслабиться. Угол наклона спинки я сделал более вальяжным, чем в том же Jeep. Но места для коленей достаточно. Места над головой чуть меньше, чем в Jeep. Но посадка уже не такая вертикальная. То есть мне вполне комфортно. Материалы здесь тоже нельзя назвать сильно мягкими. Последний рестайлинг Компас наградил его новыми, бледными, мелко исписанными циферблатами панели приборов. Металлизированными декоративными накладками на бардачок и бороду, откуда торчит рычаг АКПП. Здесь появилась фирменная эмблема Jeep, их решетка. Также надпись Компас появилась вот здесь на декоративном шильдике. Ну и, естественно, дисплей бортового компьютера. Размер его 6,5 дюйма. Это дисплей тачскрин. Здесь есть навигационная система. Также здесь есть встроенный жесткий диск, на который вы можете не только устанавливать карты навигационной системы, но и сбрасывать музыкальные композиции. Опять же, для того, чтобы понять, насколько новый RAV4 стал современнее, надо, во-первых, запустить мотор. Потому что сразу все лампочки, вся иллюминация расцветает здесь всеми цветами радуги. Информационный дисплей. Здесь чуть меньше, чем в Jeep Compass. 6,2 дюйма. Он также с функцией тачскрин. Здесь есть навигационная система. Также есть жесткий диск. Объем багажников этих автомобилей пропорционален их внешним габаритам. У Toyota RAV4 по абсолютным цифрам получается больше. 458 литров у Jeep Compass при поднятых спинках задних сидений. Если вы разложите спинки практически в ровный пол, получается 1269 литров. Под полом находится докатка. У Toyota RAV4 при поднятых спинках задних сидений 506 литров. И было бы гораздо больше, если бы не вот этот подиум. Подиум-кофр, который закрывает полноразмерное запасное колесо, в нашем случае надетое на литой диск. Других вариантов нет. Подиум во всех RAV4 присутствует. Если вы раскладываете спинки задних кресел, пол получается почти ровный, с небольшим изгибом, то получается совсем уж космический объем 1700 литров. Зато! Смотрите, у Jeep Compass какая штука есть. Мотор в тестовой версии RAV4 объемом 2,5 литра, мощностью 180 лошадиных сил, с максимальным крутящим моментом 233 ньютон-метра при 4100 оборотах в минуту. Под капотом Jeep Compass единственный возможный для него на российском рынке бензиновый мотор 2,4 литра, мощностью 170 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 220 ньютон-метров при 4500 оборотах в минуту. То есть по цифрам Toyota RAV4 должен ехать быстрее и тише, так как пик крутящего момента достигается при меньшем количестве оборотов. На деле Toyota ощущается как более резвый, но и более громкий автомобиль. Машина разгоняется до 100 км в час за 10,7 секунды. Это, ну я бы сказал, значительно медленнее, чем Toyota RAV4. У RAV4 более объемный и более мощный двигатель, который ускоряет ее до сотни за 9,4 секунды. Но, знаете, в чем дело? Кажется, что Jeep Compass меньше по размеру, да, и, соответственно, он легче. И даже с чуть меньшим объемом, чем Toyota RAV4, он должен разгоняться быстрее. Но этого не происходит, потому что, если посмотреть технические характеристики, оказывается, что железо сюда ушло больше, Jeep Compass. И он почти на 200 кг тяжелее Toyota. В процессе фейслифта над автомобилем поработали и сделали его управляемость чуть более отточенной, а это компромиссный вариант. Он пошел чуть жестче, но все равно по пересеченке он едет без ударов. У него солидный запас энергоемкости. И Toyota RAV4 на его фоне выглядит очень даже таким горожанином-горожанином. Потому что на Toyota, если вы попадаете, особенно колесами задней оси, в какую-нибудь яму, выбоину, то, ну, слышен удар. И у вас инстинктивно возникает желание сбавить скорость. И это, собственно говоря, оправданное решение. Даже при том, что здесь на Jeep Compass стоят колеса большего размера, которые вроде как по умолчанию и меньшего профиля должны обеспечивать ему более жесткую походку. Но на пересеченке этого не происходит. Однако в городских условиях Jeep и на трассе ощутимо мягче. Он мягче. Он мягче в плане вальяжнее. Откровенно, внедорожное испытание подъем по рыхлой, разбитой, неезженной снежной колее. Оба кроссовера имеют в своем арсенале возможность принудительной блокировки межосевой муфты, чтобы перед серьезным препятствием поделить крутящий момент между осями сразу пополам. С заблокированными вручную муфтами оба кроссовера проскочили намного дальше и весьма бодро, вплоть до коварного ухабистого перегиба. И тут вперед вышел Jeep. Compass упрямо ехал без намека на остановку, в то время как у RAV4 появились заметные затруднения. В какой-то момент японец и вовсе остановился. Внедорожные упражнения сегодня Jeep Compass проделывал с большим энтузиазмом и с большей легкостью, несмотря на свой тяжелый вес. Я так предполагаю, что в том числе и благодаря тому, что он тяжелее. Заметим, что мы сознательно не упоминаем разницу в расходе топлива двух автомобилей. Несмотря на разницу в объемах двигателя, она несущественна. Субтитры сделал DimaTorzok